В Зверевской полиции состоялся отчёт о работе за 2016 год, на котором присутствовали мэр города Зверева Игорь Зюзин, начальник межмуниципального отдела МВД России Красносулинский Земба, прокурор города Зверева Примозец. Отчитывались об оперативно-служебной деятельности отдела полиции города Зверева его начальник Алексей Тарновский, а также его заместители. Из их доклада следовало, что оперативная обстановка в городе Зверево в 2016 году в целом оценивается как стабильная. Был проведён значительный объём мероприятий по охране правопорядка и общественной безопасности. И, несмотря на имеющиеся недостатки в этой работе, личному составу отдела удалось не допустить массовых противоправных действий, обеспечить правопорядок при проведении всех общественно-массовых мероприятий и публичных выступлений. Эффективные и положительные тенденции в сфере общественной безопасности обусловлены в первую очередь качественным взаимодействием всех правоохранительных структур с муниципальными органами и общественностью. В Зверево тенденция роста количества преступлений характерна для некоторых значимых составов. И при этом по ряду преступлений наблюдается снижение. В частности, произошло увеличение зарегистрированных фактов краж чужого имущества, разбоев, нарушений правил дорожного движения. Также наблюдается рост завладений транспортными средствами. Увеличилось число умышленных причинений средней тяжести вреда и лёгкого вреда здоровью и побоев. Но наблюдается снижение грабежей, мошенничеств, квартирных краж, убийств, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и преступлений, связанных с оружием. Остаток нераскрытых преступлений возрос на 20% и составил 123 преступления, а в прошлом году это было 102. В том числе остаток тяжких и особо тяжких преступлений снизился на 19% и составил 17 преступлений. В прошлом году это было 21 преступление. Кроме анализа работы Зверевской полиции за 2016 год, на совещании были поставлены задачи и цели на предстоящий 2017. Я бы хотел, чтобы вы, конечно, всё проанализировали однозначно, не то, что хотели, это просто положено так сделать, проанализировали, сделали выводы, поняли свои ошибки, поняли, где вы промахнулись, где не доработали, кто не доработал, то есть вот разобрали всё, как говорили, по косточкам до самого низа. Мы дальше также с вами продолжим эту работу, также будем работать совместно с Казаками, также откроем эти отделения и те кабинеты, о которых мы говорили, понимаете. Все ваши пожелания, все вопросы вы знаете на каждом, только на вашем подлиннике, то я говорю, слушайте, давайте план, где мы должны что-то работать, где мы должны подтянуться, где мы должны какие-то мероприятия ещё провести, понимаете. Вот, то есть дальше будем совместно работать, но что-то у вас видно, где там внутри что-то произошло, то есть задайте себе вопрос, каждый сам, что, как, зачем, почему мы вместе решить это реализм, как выйти из этого человека. Несмотря на эту ситуацию, о которой мы сегодня говорим, сложную, я хотел бы, конечно, ответить ряд моментов положительных. Я благодарю органов, сотрудников ГИБДД, которые сработали неплохими результатами. Я помимо сотрудников ГИБДД видел здесь и батальон отдельный, постоянный, на празднике стояли, на них работали, привлекали, то есть сами не могут, привлекают и всё, да. Ну и есть вот соответствующий результат, понимаете. Я, конечно, благодарен всем, буквально всему отделу ГИБДД, потому что мы с вами сохранили стабильную ситуацию, стабильную ситуацию. Мы не допустили никаких резонансных таких, общественных таких проявлений. У нас нет проявлений на почве конфессиональной, на почве межнациональной, понимаете. Мы очень активно работали в плане общественного порядка на всех мероприятиях родского уровня, на всех общественных местах. То есть в этом плане мы поработали достойно, тем самым мы сохранили стабильную с вами ситуацию, за что я вам благодарен в городе. И дали уверенность нашим жителям в завтрашние дни. Ну а те проблемы, которые у вас есть, я думаю, вы разберете, подтянете, всё порешаете. И в следующий квартал, потом в следующий год нам перед населением не стыдно будет сказать, что мы справились, мы поработали, мы вас защитили. Отдел внутренних дел везёт на себя обязательство улучшить свои показатели оперативно-служебной деятельности. И я думаю, что уже по итогам января мы все вместе, и самое главное, население города Зверево, прочувствует именно всю эту тенденцию к положительному улучшению оперативной обстановки в городе, климата в коллективе органов внутренних дел. И мы докажем, что мы всё-таки способны выполнять поставленные перед нами задачи. А задачи, которые стоят перед нами, это обеспечить безопасность гражданам. Всего лишь на всё. Всеми средствами и способами и методами. Продолжаются святки, которые стартовали после Рождества Христова. В воскресной школе «Светоч» на базе гимназии имени Антона Павловича Чехова состоялся праздник. Настоящий вертеп, украшенный заботливыми руками взрослых, ёлка, сверкающая разноцветными огнями, были подготовлены ещё накануне родительским комитетом и педагогами и стали для ребят замечательным сюрпризом. Искренность песен, стихов и колядок, которые прозвучали на празднике, подкупала всех зрителей. Вы пойдите, посмотрите на великое смирение. В святочные дни в людях проявляется особенно яркая внутренняя готовность к щедрости, доброте, милосердию. Люди помогают нуждающимся, дарят друг другу подарки и ходят в гости. Среди гостей были настоятель свято-никольского храма отец Дмитрий, учителя гимназии и, конечно, родители юных артистов. Отец Дмитрий привёз для детей сладкие подарки. И в завершении праздничного мероприятия ребята пили чай с пирогами и пили песни. Регулярно употребляют алкоголь 90% жителей России. За год россияне выпивают 2,5 миллиарда литров чистого спирта. Доля хронических алкоголиков в этом море алкоголя всего несколько процентов. Остальное пьют обычные люди, которые уверены, алкоголизм им не грозит. Но это заблуждение. Из регулярно употребляющих алкоголь мужчин, женщин и подростков 80% имеют первую стадию алкоголизма. В их организме уже запущен механизм разрушения. Умирает мозг, заплывает жиром сердце, атрофируется печень. Береги себя. По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление более 8 литров спирта в год на душу населения ведет к необратимому угасанию и от носа. Россия и ее соседи. Турция. Потребление алкоголя 1,5 литра в год. Прирост населения 900 тысяч в год. Государство Средней Азии. Потребление 2,6 литра. Прирост населения 585 тысяч в год. Китай. Потребление 5 литров в год. Прирост населения 6 миллионов ежегодно. Россия. Потребление алкоголя на душу населения 15-18 литров. По данным Федеральной службы государственной статистики, с 1992 года средняя убыль населения в год составляет 774 649 человек. Береги себя. За столом 10 человек. Они молоды, беззаботные, выпивают, как все. Но по статистике у одной из пьющих девушек родится ребенок-инвалид. Один в принципе не сможет иметь детей. Последствия приема алкоголя. Еще один последние два года жизни будет страдать от цирроза печени. Один сопьется. От него уйдет жена и заберет детей. Двое умрут, не дожив до 45. Инфаркту одного у другого три инсульта подряд. Один сядет в тюрьму. В состоянии опьянения он насмерть задает человеку. Еще двое погибнут или покалечатся в происшествиях, причиной которых станет алкоголь. Ты. Один из них. Девушки отдыхают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...